Вторая, как создать или перевести бизнес в Эмираты, будет выступать также Антон Аскаленко. Антон имеет большой опыт в подборе жилой недвижимости и структурировании сделок для клиентов. Последние четыре года Антон работал с рынком недвижимости в Эмиратах в качестве генерального директора ВТП «Недвижимость» и организовывал представительство «Офис Дамак» и «Севентайдс». Спасибо за предоставленную площадку. Добрый день всем, коллегам, друзьям, партнерам. Я рад всех приветствовать на этом вебинаре. Меня зовут Мускалев Антон. Я управляющий директор и соучредитель компании «Палладиум Групп» в Дубай. Профиль деятельности нашей компании – это брокерская, девелоперская, инвестиционная деятельность на рынке недвижимости и корпоративных услуг в Дубае. Если сказать в общем ключе, то мы сконцентрированы на релокации вас, ваших семей, вашего капитала, вашего бизнеса в Эмираты. Про корпоративный сервис расскажет далее моя коллега Ольга. А что касается недвижимости, то я проведу вам небольшой краткий экскурс. Итак, почему Дубай? Дубай – это город, в котором проживают люди более 200 национальностей, в которые легко попасть практически из любой точки мира. Дубай славится своими чистейшими пляжами, богатыми культурно-историческими наследиями, обширным рынком, пятизвездочным жильем класса люк. Кроме того, благодаря хорошим условиям для развития бизнеса, стабильной экономики и статусу территории без налогообложения, Дубай по праву считается одним из наиболее комфортных мест для проживания в мире. За прошлый год вам приведу просто несколько фактов. Более 27 тысяч операций с недвижимостью на сумму около 17 миллиардов долларов произошло только в первом полугодии 2021 года. Второе место занял Дубай среди самых безопасных стран в мире на 2021 год. Самое популярное в мире туристическое направление в 2021 году. Страна с самым высоким показателем вакцинации в мире, что, несомненно, влияет на экономику и оживляет любой рынок. Ожидается, что ВВП Дубай увеличится на 3,8% в 2022 году. Экономике ОАЭ присвоен рейтинг АА2, это обязательство высокого качества. И, собственно, стабильный курс валюты. Факторы роста, которые я бы на сегодня хотел отметить, это ожидание по десятикратному росту числа туристов на сентябрь-октябрь этого года. Это прошедшие экспо с общей стоимостью проектов в 121 миллиард долларов. Сегодня Дубай однозначно является крипто-столицей мира. Ожидаемый рост ВВП, практически полное отсутствие налогов для ведения бизнеса и владения имуществом. Отсутствие какой-либо политики. Почему Палладиум Групп? В прошлом мы активно занимались недвижимостью, консалтингом и предоставлением исключительного сервиса на территории Эмиратов, но это не являлось основным направлением деятельности наших компаний. С февраля этого года совместно с бизнес-партнерами, одним из которых является известный многим Евгений Борисович Коган, инвестбанкир со стажем более 20 лет и автор канала Биткогана, я думаю, многие из вас знакомы, слышали и знают. Мы объединились в компанию Палладиум Групп, чтобы предоставить исключительный сервис и выйти на новый уровень развития. Именно здесь, в Дубае. Мы в активной фазе по недвижимости и консалтингу. В ближайшее время будем подключать консьерж-сервис, так как здесь с этим действительно большая проблема. Наша задача – обеспечить инвесторов и владельцев бизнеса полноценной правдивой информацией и предоставить качественный продукт. Мы очень динамично развиваемся, ломаем здесь стереотипы, нацелены на действительно продолжительное взаимодействие и выстраивание стратегических взаимоотношений со своими партнерами. Работаем исключительно индивидуально в каждом случае. Мы решаем любые вопросы на территории Объединенных Арабских Эмиратов для наших партнеров. Дело в том, что на рынке недвижимости в Дубае присутствует огромнейшее количество игроков, абсолютное большинство которых просто продает. Воронка у них до продажи отличная, но непонимание об инвестиционной деятельности, недолгосрочных отношений, тем более сейчас, когда на рынке вот такой хайп. То есть зачастую, придя на рынок недвижимости, вы столкнетесь с брокерами, целью которых является получение с вас предоплаты, получение своей комиссии от застройщика. Дальнейшая ваша судьба, к сожалению, их не интересует. Мы же обеспечиваем полный цикл сделки от аналитики, обоснования вложений до выбора, просмотра и покупки объектов недвижимости. Дальнейшая помощь с получением резидентской визы. Кстати, мы ее оформляем в подарок нашим клиентам и партнерам, а также помощи в открытии компании и ведении деятельности. Мы работаем со всеми представленными, это более чем 30 на рынке застройщиками, и из более чем 100 проектов мы отбираем лучшие варианты под ваш запрос. Даем полную информацию по всем объектам, говорим вам обо всех рисках в том или ином случае, предоставляем полную аналитику, помогаем осуществить перевод средств законно, официально и безопасно без участия какой-либо третьей страны, встречаем наших клиентов и партнеров Дубая, сопровождаем сделки, работаем удаленно и с любыми методами оплаты. Рынок недвижимости Дубая находится наравне с рынком Нью-Йорка и Лондона. Он стабилен, регулируемый и очень доходный. Прозрачность сделок обеспечена земельным департаментом и агентством по регулированию рынка недвижимости. Планы рассрочки платежей здесь привязаны к этапам строительства, и средства находятся под защитой на истровщитах. Return of Investments наших клиентов составляет под 7% годовых. Бум на недвижимость в Дубае еще не достиг своего пика, по нашему мнению, и сейчас, просто в самое отличное время для входа. Поэтому, если вы хотите релацировать бизнес с семью, приобрести инвестиционную недвижимость или для проживания, и хотите получить должный уровень экспертизы, совместно с приобретением долгосрочного партнера в Дубае, то вам однозначно стоит к нам обратиться. У меня спасибо все. Дубай может скушать любого, любой капитал, любые амбиции. Ты знаешь, я в последнее время просто смотрю, как здесь сносится все, что просто есть в стоке и на рынке, и это на самом деле вызывает большие-большие сомнения, что приехав сюда, инвестируя здесь в недвижимость, можно зарабатывать хорошие деньги. Но, опять же, важно знать как. Каким образом эти вложения должны окупиться, что будет после того, когда на рынке спадет этот хайп, и как в это время не прогадать с покупкой, понять тонкости. Ведь, чтобы здесь жить, нужно оформить резидентскую визу. Там, если я не ошибаюсь, от 750 тысяч дирхам ты покупаешь недвижимость в Дубае, и дают резидентскую визу, то есть вид на житель тебе и всей твоей семье. Да, смотри, опять же, как я к этому отношусь. Очень распиаренная тема с получением ВНЖ. Нужно купить недвижимость, и все, как на Кипре, знаешь, бегут за золотыми какими-то паспортами, что сейчас у них будут какие-то особые права и так далее. Эмираты, страна экспату, здесь не дают паспорта. Вид на жительство оформляют в различных вариантах. Ты можешь быть фрилансером, ты можешь быть студентом, ты можешь быть инвестором, ты можешь нести какой-то вклад, ты можешь заниматься какой-то профессией, по которой сейчас там оформляют ВНЖ. То есть разные варианты. Подробнее я могу тебе просто сказать, что вот как раз на портале будет собрана эта информация, потому что про нее можно рассказывать еще два часа. Что касается инвестиций, да, от 750 тысяч дирхам люди получают право на получение вот этой визы на резидентской на один год. Но, понимаешь, я бы не акцентировал свое внимание при покупке недвижимости на то, что вот надо купить именно это, потому что мне здесь оформят ВНЖ. ВНЖ оформят везде, где вы покупаете недвижимость. Никакой проблемы с этим совершенно не будет. Все законно и официально, я говорю, будет расписано как бы на портале, и там можно подчеркнуть всю информацию. Какой бы я вариант, например, предпринял? Когда открываешь компанию, здесь часто бывают различные акции в различных призонах. Компания, например, там из тематики Health & Fitness, да, у меня было открытие такой компании, просто и стоимость там была порядка, наверное, на 4 тысячи или 5 тысяч долларов. И делал я это на тот момент совершенно самостоятельно и сам. Никаких проблем с этим не испытал. Открытие компании тоже дает право на получение ВНЖ. И зачастую ты спокойно можешь как бы это сделать. И это нужно сейчас в принципе для бизнеса. Это сейчас выгодно для тех, кто занимается, опять же, IT. Apple Store, Google Store, все эти проблемы с запрещенными организациями в России и так далее, не позволяют рекламировать и делать бизнес digital. И это большая потеря для нас. Согласы. И поэтому для того, чтобы с этим работать, можно спокойно открыть компанию за небольшие деньги. Опять же, ребята, которые занимаются здесь, каворкинг-центры, которые привлекают ребят по этому направлению, тоже будет все подобрано на сайте, чтобы человек мог зайти, посмотреть и спокойно выбрать себе возможность открыть компанию самостоятельно за небольшие деньги и потратить на это чуть больше времени. Вот как-то так. Причем низкие налоги, если я не ошибаюсь. Ну, налогов как таковых вообще нет. Налоги есть, 5-процентный налог как бы НДС, когда компания зарабатывает свыше скольких-то миллионов дирхам, то есть, когда уже в принципе этот налог не суть так важен. И 5% это нормальный взнос государства, которое обеспечивает себя такой инфраструктурой. Поэтому это касается компаний, когда ты предоставляешь услуги на территории Эмиратов. То есть, если ты физически продаешь какую-то услугу на территории Эмиратов или товар, вот здесь тебе нужно платить 5% налог. В других двух случаях, когда вы открываете там компанию, которая работает здесь во фризоне и предоставляет услуги, допустим, онлайн по всему миру, или вообще компания, которая просто находится во фризоне и торгует какими-то товарами по всему миру, в этом случае никакой налогооблагаемой базы нет. Здесь опять же в этом все лояльно и прозрачно. Вы можете спокойно открывать и спокойно работать и пользоваться своими средствами на свое усмотрение. То есть, это тоже большая разница, кстати, с российским законодательством. Когда у вас есть компания в России, вы не можете свободно распоряжаться средствами на счете компании. То есть, это все-таки признается законом средствами компании. И вы должны понимать, как их расходовать. Бухгалтер отдельно отчитывается перед налоговой за эти траты. Здесь такого нет. У тебя просто есть карта, которая принадлежит компании. Ты можешь с этой карты платить зарплаты. Ты можешь с этой карты пойти поесть в ресторане. И все остальное, что тебе необходимо, это средства, принадлежащие тебе. Это тоже очень прозрачно. И опять же, это из-за отсутствия налогов, поэтому здесь никто не контролирует, куда эти средства расходуются. Поэтому это выгодно, интересно и удобно. Ну, условно говоря, если ты фрилансер и у тебя онлайн-бизнес, все, что ты зарабатываешь, Эмираты понимаешь, что ты можешь взорваться в любом месте, поэтому они тебя освобождают от налогов, живи здесь. Да просто потому, что ты, находясь здесь, будешь тратить на еду, будешь тратить на аренду жилья, будешь что-то потреблять здесь и оставлять здесь свои деньги. Это здорово на самом деле, потому что ты не платишь за то, что тебе не надо. Но ты платишь и тратишь деньги за то, что тебе надо. И на этом у нас тебя данная страна зарабатывает и получает какой-то доход. Это здорово. И вот такой подход мне просто нравится. Он здесь действительно во всем. Он чувствуется нацеленность на привлечение сюда капитала, на привлечение сюда туристов. Опять же, если мы касались недвижимости, всю дорогу, да, можно сказать отдельно, что такого количества туристов, как здесь, мало где встретишь по миру. И такого количества капитала, которое сюда мигрирует, тоже очень мало. Дубай становится крипто столицей мира в этом году и стал уже по факту Дубай по налогам одна из самых привлекательных стран по туризму. Потому что Дубай притягивает лучших специалистов на сегодняшний день. И медицинский туризм здесь все-таки имеет место быть и очень на высоком уровне находится. Зарплата хорошая. Средняя зарплата по Дубаю, вот насколько я читал последний раз, перепроверим опять же информацию, по-моему, около 4 тысяч долларов. Это зарплата на одного человека. Это нормальный совершенно такой уровень зарплат. Уровень зарплат IT-специалистов или врачей, докторов, я не берусь судить, но это 10 и выше тысяч долларов. Поэтому здесь на эти средства, если семья состоит из двух человек, например, одного ребенка или двух детей, по сути, очень комфортно проживать. И, наверное, около... Я бы так сказал, если говорить про жизнь здесь, наверное, от 5 тысяч долларов до 10 тысяч долларов ты можешь уложить проживание своей семьи с одним или двумя детьми, с обучением, с арендой апартаментов и с арендой машины. И, в принципе, это такой middle уровень, когда, да, это без изысков и без излишеств, но это хорошие локации, хорошие районы, хороший, комфортный образ жизни. Если доход на семью выше, то, конечно, все это становится гораздо доступнее и можно уже выбирать, где находиться и как жить. Дубай, он разный. Любой человек для себя здесь найдет так называемый market fit, да, если говорить про бизнес. Ты можешь жить очень дорого, ты можешь жить совершенно за меньшие деньги, ты можешь питаться суперпродуктами, суперполезными, органическими, выращенными там в определенных территориях и кушать мясо, которое там привезли с Австралии или еще каких-то экологически чистых районов. В то же время ты можешь питаться как угодно, где угодно и совершенно другой едой и найти соответствующие супермаркеты и так далее. Можно и обеспечить тот же уровень продуктов и цен, как и в России. Поэтому я бы не сказал, здесь просто больше, наверное, развлечений, здесь больше возможностей и больше разыгрывается аппетит, который приходит во время еды. И когда ты в это попадаешь, тебе хочется одно, второе, третье, и в конечном итоге ты начинаешь просто тратить больше, эта планка вырастает. Но, как говорится, мы живем один раз, и если жить правильно, то одного раза достаточно. Поэтому я и всем желаю именно этого, прожить эту жизнь, делая как можно меньше ошибок, выбирая правильные места, правильных людей, правильные знакомства и жить дальше хорошей жизнью. Очень много семей с детьми приезжают в Дубай. Да, однозначно, потому что хороший уровень образования, огромный выбор международных школ, есть и русскоязычная школа, многих релацируют, платят хорошие зарплаты, люди едут с семьями, живут здесь, деткам здесь очень удобно, у меня у самого двое детей, и, в принципе, в этом плане никаких проблем никто не испытывает. Maggie! Мы решили? Спасибо. 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 Спасибо.